Вот видите, температура выше 30, лист начинает скручиваться в трубочку. О чем это говорит, что в почве, в метровом слое нет запаса влаги. Изначально урожай оценился в 60 центнеров, сегодня он уже упал до 40. Потери в поле, по моим подсчетам, примерно составляют около 40%. У нас был сорт яровой пшеницы лекомера, это низкорослый, так называемый карликовый сорт. Он так не сильно высокий, плюс он успел достаточно здорово клюнуть и дождями его очень сильно, потери очень большие. Солнце подкосило урожай, влага практически добила. В этот сезон алтайских аграриев лихорадило как никогда. Два летних месяца стояла жара, урожай погибал на глазах. Крестьяне молились на дожди, они пошли в уборочную компанию и уже не прекращались. Зерно приходится убирать сырым. Качества в этом году практически нет ни у кого. То есть те августовские дожди, они вымыли всю клейковину, весь протеин. То есть делая лабораторные анализы, это протеин, влага, число падения, клейковина практически нет ни у кого, как мне известно. То есть уже нет значения, большой ты фермер, крупный, сколько ты уже удобрений, прочее. Дожди сделали свое плохое дело. А между тем в Алтайском крае собрали около 2,5 миллионов тонн зерна, половину от пассивных площадей. Эксперты отмечают, что уборочная кампания стартовала вовремя. Но, как оказалось, это не гарантия успеха. Затянулось уже практически в короне прошлого года недели на три. Сентябрь заканчивается в это время. Уже практически заканчивали зерно-бобовые. А сейчас еще много в поле статистика. Меньших пост публикует где-то на пределах 50%, плюс-минус 2-3% в год позволяет убирать. Есть все риски, поясняют не на камеру некоторые эксперты, что урожай уйдет под снег. Его попросту могут не успеть убрать до холодов. В таком случае дары земли не только потеряют свои полезные свойства, но и могут причинить вред здоровью, отмечают в Центре охраны качества зерна. Главный риск для зерна, оставшегося зимовать в поле, это образование на нем микроорганизмов, которые в свою очередь продуцируют ядовитые вещества, называемые микотоксинами. Наиболее известные микотоксины это афлотоксин, т2-токсин, зеролинон, дизоксиневолинол. Они обладают канцерогенными свойствами, гепатотоксичными свойствами. И употребление в пищу и на корм такого зерна приводит к заболеваниям как у людей, так и у животных, называемым микотоксикозом. Известны случаи, когда употребление такого зерна вызывало падеж скота, смертность высокая у людей была, поэтому нежелательно оставлять зерно в поле. На автозаправках, как всегда, доброжелательная надпись «Мы рады вам». Вот только цены на топливо давно не радуют. Стоимость литра самого дешевого бензина варьируется от 47 до 51 рубля. На солярку от 63 до 65. Автомобилисты, аграрии, обычные горожане бьют тревогу. Прайс растет даже не каждый день, а каждый час, что напрямую ведет к удорожанию всего и вся. «Свинина на процентов, наверное, 15 выросла». «Я раньше могла позволить себе колбаску, какие-то копчености. Теперь я не могу это купить. Колбаса очень дорогая». Колбаса, мясо, молоко и даже хлеб взлетели в цене. Предприниматели особо ни при чем. Они лишь играют по рыночным правилам. Доллар вырос, транспортные расходы увеличились, стоимость продуктов выросла. Как минимум, остановить стремительный рост цифр на ценниках поможет активная работа по стабилизации цен на топливо. «Сегодня ситуация с топливом начала меняться. Если мы возьмем начало сентября, август месяца, ситуация была близка к критической, о чем мы обратились и к председателю правительства, написали обращение к губернатору Алтайского края. И все наши письма совместные с регионами от российского топливного союза привели к тому, что это вышло на самый высокий уровень. И мы с вами увидели, что было принято решение, подписанное председателем правительства, о том, что необходимо ограничить экспорт нефтепродуктов. Более того, вчера на заседании правительства с присутствием президента Российской Федерации также было еще дополнительное решение о том, что необходимо увеличить экспортную пошлину с 20 до 50 тысяч рублей за тонну». Такие меры сбалансируют рынок, наполнят его необходимым объемом бензина, дизельного топлива. И уже через некоторое время цены на АЗС могут вернуться на уровень начала лета, когда топливо было на несколько рублей меньше. В таком случае можно надеяться, что продукты на полках в магазинах немного, но подешевеют и станут более доступны. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев, Андрей Печоркин. День с толком.